Бедеев Владимир Матвеевич, ко мне обратились жители поселка Нарта, так как я являюсь следом КПРФ, работаю по этому селу, это село дает очень хорошие результаты для нашей партии, как это село, как у Ильичиды, я работаю по Ильичидам и по поселку Нарта, дают результаты хорошие, так как сейчас происходит, ну как вам сказать, такой беспредел или еще, я не знаю, как это назвать, Жители были возмущены, собрались в ход села, обратились ко мне, ну так как я член партии КПРФ, мне пришлось обратиться к депутату Народного хорала, к Мегмир Горяевне, ну от меня последовал звонок, Мегмир Горяевна отреагировала, сказала, сейчас приедут и ребята, вот здесь собрались жители села, ну правда все здесь домохозяйки, пенсионеры, в основном все разошлись, здесь остались самые стойкие, Вот они дождались, ну по-моему все рассказали вам, ну как, здесь все обещают, 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 но жители просто разочарованы, я не знаю, 1 августа все это будет, 1 сентября или 1 октября или 1 декабря, В общем, обстановка такая, эту дорогу ломают уже на протяжении 3 лет ломают, каждый раз нам обещают, что отремонтируют, отремонтируют, ну правда ее занесли в бюджет по заявлению пенсионеров села, да, занесли, обещали в этом году в июне сделать, потом еще переложили на август, потом на октябрь переложили, Это, они приезжали в апрель вместе, сделали проектную документацию на 2 километра, там было немного поломано, да, сейчас они вот ездят, вот здесь крестьянское хозяйство, ленинский комсомол, они ездят, видели, они вообще разбили, там уже речь стоит не о 2 километрах, там можно о 3 и о 5 километрах, Вообще, рядом стоит старая дорога стоит, да, грейдер стоит, они в начале уборки ездили по этому грейдеру, не в этом году, раньше, в прошлом году ездили, в прошлом году не ездили, в прошлом году, сейчас вообще разбили, вообще разбили, и так, и звонили в районную администрацию, куда только не обращались, Здесь никто не имеет права останавливать, ну, в общем, мы остаемся с этой дорогой, здесь живут одни пенсионеры, да, вы видели, сейчас вот, если у нас одна единственная, здесь ни магазина нет, нормального фельдшерского пункта нет, К нам скоро не, вода у нас привозная, ни один водовод сюда не приедет, да, ни скорая помощь не сможет проехать, вы видели, в каком состоянии? Сейчас они разобьют, нам сказали, сделают ямочный ремонт, это дорога с советского времени, да, сейчас они разобьют, ну, какой ямочный ремонт они там сделают, да? Снег упадет, вода упадет, и всё, ямочный ремонт нету, нет же гарантии, что они нормально сделают. На сколько километров делать? На 2 километра. Это в апреле месяце они там замеряли и измеряли. Сейчас уже обстановку надо смотреть по сегодняшнему дню. Уборка идет. Уборка идет. Сейчас они разобьют не 2 километра, сейчас они разобьют 5 километров. Правильно? Вы видели такого состава? Она вообще нормальная дорога была. Нет, здесь приехали, телевизор не приехала. Вот здесь Крещанский хозяйство находится и потом находится вот этот, как он называется? Ленский комсомол. Как село называется это? Первомайское. С Первомайского они ввозят. По 10, по 20 Камазов. Камазы большегрузные. Там минимум 50 тонн грузят. Сам Камаз 15 тонн весит. Вот представляете? Она там рассчитывала. Ну вы видели в каком состоянии она? Вот такие тормокируют. А вот человек просто поговорил в рамках конструктивного разговора. Глава ЕСМО не может переговорить с этими фермерами собрать с этими совком. Два года мы разговариваем, не знаем. Мы его даже и не видели. Он к нам еще не приезжал даже. Кто? Ну нас. Глава ЕСМО. Глава ЕСМО. Не получается у вас с ними переговорить и выйти, чтобы конструктивно поговорить, объяснить, чтобы они не ездили. Мы же все здесь живем. Дело в том, что я как Глава ЕСМО, эти вопросы не решу просто. Они меня могут и послать куда и быть правы. Нет, вы решали? Притялись это делать? Да, тут разговор был у нас, был разговор. Ну понимаете это уже. Выше меня не могут эти вопросы решить, я тем более не буду, как говорится, лезть на рожон. Нет, если действительно, просто по-человечески могу это объяснить. Я говорю, вот эти вопросы уже порешали. Сегодня приезжала прокурор Клора, приезжала, потом в МГД приезжали. Я не порешал, я не верю, это не порешал. Мы еще только должны бумаги, это просто болтовня. Пришли, отбрыхались и ушли. Нам сказали спецназ. Замп прокурора приезжал, потом гаишник приезжал. Сам начальник, начальник ГАИ по приезжескому и по Екебруйскому. Они сейчас сказали, что с 1 августа начнется ремонт. Правда, ремонт будет ямочный. Но пусть даже ямочный. Сказали большой капитальный ремонт бешеные деньги стоят. Они не справятся. В РМО нет денег вообще. Я не знаю, если полосу поменять, например, я не знаю, какую сумму это обойдется. Во-первых, у нас... Семь километров, да? Семь километров. В РМО у нас денег нету, как вы знаете, да? Ну, тут дело в том, что еще, я не знаю, как республика, мы тоже так думаем, что... Сейчас уже не два километра. Сейчас уже не два километра. Не два километра, там еще больше... Ямочная-то фигня. Это два километра только было в прошлом году. Они же не будут половину сделать, половину не сделать. Они, во всяком случае, я думаю, все сделают. Они приезжали, посмотрели, все. Все, просто документация уже готова. Сейчас с 1 августа начинают работать, да. Я думаю... До 1 августа, да? Я думаю, как глава, я думаю, что все будет нормально. Нет, нет. А до сих пор уборка идет. Ну поэтому не стали... До сих пор уборка идет, и они будут ездить по этой же дороге. Они будут нормально дальше. Это можно запустить по грейдер, старый грейдер идет, по старому грейдеру пускай ездят, по старому грейдеру ездят, пускай. Это еще раз, сейчас они еще будут ездить, эта уборка будет еще длиться, а эту же дорогу они же сейчас сломают совсем, до конца уже сломают. Не 5 километров, а все 7 километров они сломают. Будем делать проектно-смертную документацию, чтобы вам провели воду. Складывайтесь, надо 90 тысяч на проектно-смертную документацию. Так же говорили? Да, да, 100 тысяч мы собрали. Мы собирали деньги, они сказали, а 10 тысяч, дважды мы собирали, по 30 тысяч мы отдали, 60 тысяч. А 30 тысяч они сказали, мы РМО заплатят. Уже сколько лет прошло? Мы продали, мы последний раз, последний раз мы складывали, 100 тысяч мы отдали. 30 тысяч должен был Кравченко. Да, да, РМО. И все, нету ни документации, ни воды, ни фига, ничего, и денег нету. И так же эта дорога будет, какая разница? Мы даже его вообще, второй год уже, мы его даже не видели. Он даже и не приезжал к нам. Не, он приезжал на открытие памяти. Ну, он приехал, ну там, ну что, был весь поселок, что ли? Не было там, там, 2-3 человека. Не, ну он ничего не сказал, просто попросутствовал и уехал. А так, чтобы что-то нам объяснить, что-то рассказать, его вообще и не было. Не, вообще, вот нашу на рту все объезжают десятой дорогой. Почему, вы знаете? Почему? Потому что у нас урановая шахта. Все боятся, а мы 100 лет живем и никто нас не съел. Ну, кому надо урановая шахта, урановая руда, приезжайте к нам. Мы однажды, знаете, когда Буратая баллотировалась к депутатам в Госдуму, нам сказали, она приедет с нами встречу проводить. Это было зимой холодно, помните, мы в школе все собрались, бабы собрались, ждем, 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 ждем. До 10 или до 11 мы просидели, она мимо нас проехала и к нам даже не заехала, помните? Да, да, да. Вот, я говорю, шахты боялись они, урановая. Буратая, что про вас никто не вспоминал, да? Нет, они когда перед выбором приезжают, обещают золотые горы, вот мы это сделаем, это. А потом выборы пройдут и нас забыли все. Мы, Богом забытая страна, урановая. Но не однако наши дети выросли, они там на речке рыбу ловили, ночевали, голубей ели. И мы живем уже сколько, 50 лет живем? Рядом, вот, где-то 3 километра, да, шахты? Да. А люди боятся к нам приезжать вообще. Чего боятся? Конечно, хотел обратиться ко всем партиям, в Единую Россию, коммунистам, ну и всем остальным. По просьбе своего населения, чтобы действительно этот вопрос держали на контроле. Я думаю, все эти вопросы будут в ближайшее время решены, потому что я разговаривал сегодня с главой Эрмова Путеем Байрою Довардовичем, но он обещал твердо, что с 1 августа начнется строительство дороги, вернее, ремонт дороги, да. Поэтому мы надеемся, ну и думаю, и население наше тоже надеется. Здесь, дело в том, что здесь живут в основном пенсионеры, пенсионеры, поэтому такое отношение к пенсионерам у нас, вы сами знаете, если пенсионеры, то как-нибудь, я думаю, они там переживут или там проникнут все это. Поэтому, да, поэтому, здесь же такие же люди живут, ну, как по всей России, они тоже хотят какие-то удобства, поэтому, ну, дело в том, что вот, наши, как говорится, руководители и республики, и района, и, конечно, и СМО стараются хотя бы что-то сделать для свое население. Поэтому я заранее хочу поблагодарить всех, ну, и руководство республики, и района, ну, чтоб вас содействовали, чтоб это проконтролировали, чтоб все было нормально, чтоб люди были, остались довольны. Так что, хотелось поблагодарить, чтобы вы приехали к нам, посмотрели наше село, да, село, конечно, у нас такое состояние, конечно, можно сказать, не очень-то хорошее состояние, но, тем не менее, мы стараемся сделать для своей села что-то лучшее, что-то, как говорится, облегчить условия жизни нашего населения, да. Поэтому, ну, мы в этом направлении работаем, конечно, у нас есть сложности, конечно, но, тем не менее, мы думаем, хоть и пенсионеры, я думаю, мы эти вопросы порешаем. Так что, спасибо. Я думаю, я как представитель Коммунистической партии, поскольку к нам обратились сегодня утром, я поставлю вопрос этот перед руководством партии, и я прям заверяю вас, что партия возьмет это на контроль, об этом, естественно, будет тоже, как говорится, подниматься вопрос, не только к руководителю района вашего, но и, я думаю, непосредственно к главе республики и тем контролирующим органам. Здесь действительно нужно вопрос решать. Так, спасибо, что собрались, спасибо, что обратились к нам. Мы, например, хотим верить вам, Коммунистам, потому что уже не знаем даже, кому нам верить, кому обращаться. Вообще, мы Богом забытый поселок у нас такой, никто про нас не знает, но один раз привезли 5 килограмм соли, гуманитарную помощь. Для того, спасибо. Ой, спасибо. А население сколько здесь? Тут домов 50, наверное, когда-нибудь, ну, может, меньше. Ну, в основном, старики, молодежь вся уехала, старики, может, ну, знаете, если честно, вот он говорит, говорит, я не верю, что с 1 августа начнется строительство, это все. Вот эти выборы скоро будут, и вот обещают, бешено, все обещают. Выборы пройдут, нас забудут. А между прочим, ваш главный коммунист с нашего солхоза. Да вот, будем контролировать. Мы надеемся на вас, давайте, пожалуйста. Будем писать, как и общественное движение. Ну, не делайте так, если за нас голосовать не будешь, сработаю, улетишь. А? Как Единая Россия так делается. Мы так разве делаем? Я говорю, я говорю, предупреждаю, не делайте так. А то у нас так, если не будешь голосовать за Единую Россию, фиг сработает. Кто так говорит? Люди говорят. Я не присоверсный. Как будто вы не знаете. Мы же не знаем такого, мы же коммунисты. Нам бы дорогу, да, у нас вот сейчас не хлеб, машины сейчас не будут ездить по такой дороге. Единственное, что с вами будут говорить, зачем нам свою машину гробить. Не воду, нам вот, когда у нас проводимание. Если рядом находишься, вам туда-сюда съездить, это быстро. А если это будет, да, ну как бы сломанное, конечно, тяжело будет. А бы кого еще не попросишь на сутки. Мы в основном делаем. Если получаем, едем в город. Оттовариваются, ездим на месяц и всего. Хлеб у нас привозной, вода у нас привозная, у нас все привозное. Вот у кого есть машина, мы едем, там покупаемся мешками, затариваемся, как говорится. Мы оттуда уже сколько лет, все время пили, пили. И вот в последнее время там рядом, да, кто-то купил земли. И теперь вот он пускает свое хозяйство. Ну, скотина там пасется возле этого источника. И, ну, естественно, вот это с пылью, это все летит. Невозможно пить. И вот непонятно, вообще вот это находится на территории Володаровского СМО. Но там они... Дело в том, что сейчас стоит такой вопрос, что якобы эти земли продали вот этому частнику. И он сказал, это моя земля, ну, а почему вот как бы СМО об этом, в Володаровском, они так халатно отнеслись ко всему этому, я не знаю. Там раньше Балданик, он был такой мужик хороший, вроде мужчина хороший, но я не знаю, как он мог такое прорассчитать. Это долевая земля, да, и ее продали, не отнесла в этот колодец. Вот, может быть, нам разъяснят наши охлачи, дело в том, что сказали, что это спорный вопрос идет, там судятся, ни конца, ни края, там, этого вопроса нет. Ну, так понятно, что продали, видимо, эту землю. Ну, как так можно? А сколько километров отсюда? Это вот раньше ветровая электростанция. Ну, не доезжая до него. С правой стороны ветровая, а тут, а кем это, насчет хамура, хамурской воды. Хамура, вода, что, вода, в принципе, уже нормальная ситуация. Ну, насчет земли, да, да, ну, дело в том, там же, он находится на территории, значит, да, песчаного, СМО, ну, дело в том, что там глава занимается этим вопросом, шесть гектаров он должен был отбить, да, ну. Ну, они продали эти земли, что ли? Ну, как продали? Эту землю забрал... Чабан. Этот, Чабан. Ну, как они могли так... Ну, вот так же получилось. Собрали в аренде или что? В аренде, да. В аренде, да. В аренде, да. Да, в аренде, да. Ну, дело в том, что сейчас человек занимается... Так она вообще ниоткуда воду пройдет. Нет, ну, воду-то мы будем брать. Воду-то мы будем брать. Нет. Так уже вопрос стоит же. Дело в том, что мы все время оттуда брали воду. Чурюмович, дело в том, что эту воду мы к Сибири, как приехали, с тех пор пьем. Да, да. Амурскую воду. И больше нигде не брали. Да, да. А сейчас, оказывается, мы не имеем права. Вы водовозов оттуда берете, привозите себе... Да, да, да. На сегодня какой-то фермер взял и... Забрал, да. Может забрать. Может забрать или забрал, не знаем. Нет, дело в том, что не надо. Это действительно не так, а может быть, что-то так же будете пользоваться? Нет, мы пользуемся, мы пользуемся. Ну, вода плохая. Чурюмович, ну, это было, а сейчас нормальная вода. Нет, не могут найти управу на этого Чабана, чтобы он не пас там с квоем. Он рядом возле... Мы же там пьем, а он рядом, там какая-то скважина, там 4 колодца стоят. Одна из них скважина, он сказал, оттуда он поет свою скотину. И эта скотина, естественно, ходит совсем вблизи тех источников, которые мы пьем. И еще туда, вон, 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 вон падает. Да. А вы нам можете данные дать? Данные мы не знаем его. А, да, он кук. Наша занимается делом битуроусства. Да ничего подобного, он не варил, он купил эти земли. Да, он бывший мент построил косарь новая рядом, прямо рядом. А сейчас там стоит Кавказец. Варили. А, да, что же мы плотим, у нас с хамуром мы 1400 плотили. А теперь у Батурина берем 1700. А у Батурина мы сейчас 1700. Берем и это, поем, пьем воду. И никто его даже, тем более, не проверяет, ни санитарные какие там, подходит она, не подходит вообще для питья, никто ничего не может. Тоже вопрос воды, да? Тоже вопрос воды, да? А, у нас все вопрос. Водой тяжело. Здравствуйте, уважаемые земляки. Сегодня к нам, в Калмыцко-региональное отделение КПРФ поступило обращение от жителей поселка Нарта, приютницкого района, в котором они сообщили о том, что проводят сход граждан по поводу дороги, дороги, которая ведет от федеральной трассы Элиста-Ставрополь до самого поселка, поселка Нарта. Да, действительно, мы выехали, поговорили с местными жителями, которые обеспокоены состоянием указанной автодороги, поскольку в летнее время, в такую 40-градусную жару, сейчас проходит уборка урожая, и сельхозтранспорт груженный развивает данный участок дороги. И в ходе схода граждан было выяснено, что, да, действительно, люди эту дорогу латают. В репортаже вы увидели, какие там повреждения. Люди самостоятельно, своими силами латали указанную дорогу, засыпали ее щебнем и цементировали. На сегодня, по информации главы сельско-муниципального образования, данный участок дороги будет ремонтироваться по федеральной программе. Всего 2 километра дорог. И мы, представители партии, Коммунистической партии Российской Федерации, взяли данный вопрос на контроль. И сегодня от Коммунистского регионального отделения будут отправлены обращения, как в Ревненское районное муниципальное образование, так и в правоохранительные органы, а именно в Государственные инспекции безопасности дорожного движения. Жители возмущены, хотели выходить на трассу, перекрывать трассу. Мы, как я, как общественный деятель, как лидер общественного движения, также обеспокоился данным вопросом. И мы выехали, поговорили с жителями поселка, которые обеспокоены. Взяли на контроль. Дальше будем держать вас в курсе. Спасибо.